Сильнейших шашистов собрал турнир по шашкам «Щелковский вызов». В этом году соревнования посвятили памяти чемпиона СССР по русским шашкам, многократного чемпиона России, тренера Сергея Овечкина. За годы своей тренерской работы Сергею Анатольевичу удалось воспитать не одно поколение талантливых спортсменов. 14 чемпионов мира, двух международных гроссмейстера, 12 мастеров спорта. Не стало чемпиона и талантливого тренера в январе 2019-го. В память о нем на соревнованиях собрались коллеги, ученики, их родители, близкие и родные. Сергей Анатольевич, он, как говорится, фанат этого дела шашек. У него, если бы вы видели, какая картотека, он всегда, каждый день он звонил своим ученикам, родителям, узнавал, как идет подготовка и так далее. Он прямо жил в работе. Великий тренер, великий человек. Нам очень повезло, что наши дети занимались у него. Дети его очень любили, добродушные, человек с большим юмором. На занятиях у него всегда было смешно, весело. Научил нас любить этот спорт. Мы очень неуважаем его. Ольга Летягова увлечена игрой в шашки с шести лет. Благодаря своему тренеру, как она сама признается. Сергею Анатольевичу удалось по-настоящему привить любовь к этой игре. Ольга – мастер спорта, победитель первен страны, Европы, мира, чемпионка России в командных соревнованиях. Тренировалась у Сергея Овечки на 14 лет. В шашенном мире часто ученики, игроки меняют своих тренеров. Это очень частое явление. Что касается нашего Сергея Анатольевича, я бы в жизни ни на кого не поменяла другого тренера. То есть я даже не представляю, чтобы я сидела занималась каким-то другим человеком. Я сейчас больше учусь, но тренируюсь так, потому что сейчас больше практики. То есть все, что теорию, теоретические знания, которые я могла получить, я получила от своего тренера. На соревнованиях собрались более 60 сильнейших шашистов из Ступина, Электростали, Чехова, Королева и Щелкова. В программе турнира «Молниеносная игра». Дается три минуты каждому участнику и две секунды еще добавляется после каждого сделанного хода на одну партию. И играется две партии, матч из двух партий. И по результатам этих двух партий определяется победитель матча. Ну и вот девять туров будет сыграно. Такие соревнования показывают, насколько завораживает игра в шашки. В этом интеллектуальном спорте и щелковским шашистам удалось добиться немалых результатов. Побед на уровне страны, Европы и даже мира. В чем, несомненно, заслуга и самих спортсменов, и их талантливых тренеров, настоящих наставников. Именно таким и был Сергей Анатольевич Овечкин. Турнир проходит впервые, но ученики и коллеги Сергея Овечкина надеются, что эти соревнования станут доброй традицией и будут проходить ежегодно в память о выдающемся тренере. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.